Сейчас я так понимаю, что государство никак не регулирует цены на хлеб. Вокруг этой цены начинает идти некий торг сельхозтоваропродавителя, переработчиков в лице покупателей. Процесс, когда земли возвращаются в сельхозоборот, он насколько сейчас труден и насколько сейчас эта задача первостепенна? Чтобы понимать, какую землю ввести в оборот, нужно понимать, какая от нее будет отдача. Время, когда, извиняюсь, тупо сеяли, пахали, оно прошло. Здравствуйте. Сельхоз сезон в Тюменской области близится к завершению. На что областные власти в ближайшем будущем будут делать ставку в этой отрасли? Об этом поговорим сегодня с гостем нашей программы. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый день. Рад вас видеть в нашей студии. Итак, давайте сразу к первой теме нашего разговора. Сезон действительно сельскохозяйственный завершается. Вы им довольны, если сравнивать с прошлым годом? Начну мы с небольшой риторики по отношению к сельскому хозяйству и к сельхозпериодам. У нас три сельхозпериода в нашей крестьянской жизни. Парадоксальный так факт. Это сельхозгод, это календарный год, это финансовый год. Да, сельхозпериод, он завершается. И, скажу без всякого преувеличения, завершается благополучно, благоприятно. И даже мы не ожидали, что когда в июле была такая погода, как мы говорим, сумасшедшая, когда были неровные всходы, рыбанность всходов, многоярусность всходов, что получим хлеб добрый. Хотя хлеб всегда добрый. Итоги года довольно-таки очень хорошие, что в производстве зерна. То есть если сравнивать с прошлым годом, потому что в прошлом году, насколько я помню, у нас вообще рекордные показатели. Да, прошлый год был. Ну, это периодически бывает раз в 11 лет, как колебания с грунтовыми водами, то же самое и у нас. 11-й год был самый такой рекордный, прошлый год. Но нынешний год по этой погоде, он позволит нам получить необходимый объем всех видов сельхозпродукции, то, что у нас производится на земле. Это и овощи, это и картофель, это и зерны, и зерновые. Вот на сегодня получено 1 миллион 600 тысяч тонн. Среднее у нас, мы считаем, 1 миллион 400, 1 миллион 500, то есть мы выше даже среднего того, что положено. По картофелю наша средняя 180-200 тысяч тонн, текущего где-то будет 210 тысяч тонн, это картофеля общественного. Не касаясь частного сектора, там своя арифметика, свои подходы, своя статистика. По овощам порядка 40 тысяч тонн закрытого грунта. То есть в целом, ну не бывает в бочке меда без ложки дегтя. Нас немножко и напугало, и сыграло не в нашу себестоимость, не в меньшинстве трата части. Эта чехарда, которая случилась в пик сельхозсезона, скачки по цене, по цене образования и в особенности, что парадоксально для всех, для меня в частности, это ценник оптовой цены был намного выше, чем ценник топлива в розницу. Что в принципе по всем учениям экономическим в том числе... Такого не может быть вообще. Не может быть в принципе. Но так случалось. Так случилось. И на фоне еще вот именно этого, что хлеб ожидает свеки, ну то, что прогнозировали пессимисты по итогам сельхоз года достойный, цена его, конечно, не та, что бы нам хотелось. Но по-любому в целом, заверяю вполне ответственно, что все селяне, конечно, все довольно не могут быть, но цифровое изложение работы колхозников, нас всех, кто к этому хоть мало причастен, боком или слева, или справа, в плане очень хорошие. То есть, чтобы телезрителям было понятно, сейчас я так понимаю, что государство никак не регулирует цены на хлеб, на зерно, которое выращено. Ну, интернет-тернет-тернет есть, он такой немножко формализованный, мы корректируемся. Ну, во-первых, рынок сам ставит на свои места, вот именно ценник. Ну, есть всегда интернет-тернет-сионный фонд, то, что закупает федерация, и там обозначает цену. То есть, вокруг этой цены начинает идти, ну, некий торг сельхозтоваропродавителя, переработчиков в лице покупателей, ну, вот как бы возле этого, она близка, там, ну, плюс-минус буквально идет в небольших рублях. То есть, да, четкого цены образования нет, но, как говорят, есть цена спроса, и цена регламентирующая, вот при покупке фонд, я уже назвал, зерновой федерации, он как-то определяет. Владимир Анатольевич, но мы ведь сейчас любим все сравнивать о том, как вот было 10 лет назад, 20 лет назад, а еще лучше сейчас сравнивать с тем, что было как в Советском Союзе. И когда все говорят о сельском хозяйстве в Советском Союзе, первое, что вспоминают, у нас все земли обрабатывались. Если не все, то практически все, потому что это была государственная задача, все за это отвечали. Понятный был процесс в 90-е годы, когда земля уже мало кому была нужна, все были заняты совершенно другими делами, процесс восстановления очень долгий. Процесс, когда земли возвращаются в сельхозоборот, он насколько сейчас труден, и насколько сейчас эта задача первостепенна? Спасибо, Андрей. Очень актуальный вопрос. И как будто вы побывали на комитете. У нас буквально неделю назад был комитет, и хотя мы это постоянно вопрос поднимаем, это введение в оборот земель ранее заброшенных. Если говорить, что было 10 лет назад, 15-20, скажу честно и однозначно, все то, что было раньше при нашей жизни, было и краше, и веселее, и лучше, и моднее, мы были здоровее. Но если говорить более прямо на эту тему, все земли у нас обрабатывались, но они только сеялись и пахались, но очень большое было стадо поголовья. Поэтому мы же делим земли на три категории. Это сенокосы, это пастбище и пахотные земли, то, где возделываются зерновые, бобовые культуры, кормовые культуры. Тот объем, то, что заселался зерновыми и зернобобовыми культурами, он практически за эти годы, до советской времени, он, скажем так, не видоизменился. А то, что были кормовые у нас сенокосы, конечно, они на сегодня не задействованы. Это надо признать себе должное. И это в перспективе на предстоящие 5, даже больше лет, это нереально. Было поголовье стада, дойного стада, да и вообще КРС, крупного рогатого скота, по области, в общественных, в совхозах, в колхозах, более 1 миллиона голов. Сегодня 200 тысяч. Ну и производительность совершенно другая. Да. Сейчас. Но если мы перейдем уже от продуктивности, то было по области меньше трех. Сегодня на порядок выше, я цифру скажу, может быть, даже чуть попозже. Но по-любому, мы в течение пяти лет сделали большую работу в лице департамента имущественных и земельных отношений нашей области, департамента агропромышленного комплекса. А мы здесь тоже участники, мы были некими инициаторами. Комитет, да и Тимирская областная дума. Первое, чтобы понимать, какую землю ввести в оборот, нужно понимать, какая от нее будет отдача. Время, когда, извиняюсь, тупо сеяли, пахали, оно прошло. Если земля работает, земли плохой не бывает. Надо лишь найти должное применение. Она всегда даст отдачу в виде травы или зерна, но по-любому она отдаст свою отдачу, но надо в нее ввести. Но первый шаг у нас был, какую землю нужно ввести в оборот для культурного возделывания. У нас около 200 тысяч гектар земли такой, как бы, выпало, называемой пахотной земли. Когда провели всю ревизию, анализ качества земли, ее бонитет, наличие в ней минеральных удобрений, калий, кальций, фосфор, калий, азот, фосфор и так далее, то где-то вышли на цифру 48 тысяч гектар. Та земля, которая на сегодня не то что пригодна, она обязана быть в обработке и выдавать то, что положено ей выдавать, учитывая питательность этой почвы. Ежегодно около 5 тысяч гектар земли вводится. В основном, в последнее время, это у нас Ромашевский район, Юргинский район. Зашли наши сельхозпредприятия, Согласия, Арксиб, другие предприятия. То, что было в советское время, да, большие площади были, но сегодня я могу ответить так, что... А каков был выхлоп на остатке, что получалось? Мы сегодня получаем и по хлебу, и по молоку, и по мясу всех видов не меньше, чем в те годы. Но трудозатраты были, как специалисты посчитали, в 5-10 раз больше, чем на сегодня. То есть производительность труда все-таки повышается. Совершенно верно. Владимир Анатольевич, еще вопрос. Семеноводство. Мы же в последние годы привыкли, что практически это одна из самых импортозависимых у нас сфер внутри сельского хозяйства. То есть завозили семена практически отовсюду, и даже дачники практически все, что покупали на огород, это были зарубежные семена. Сейчас ситуация каким-то образом будет меняться, и если будет меняться, то за счет чего? Ну, есть народные слова, они, может быть, в тему, не в тему, а было бы несчастье, да несчастье помогло, когда ввели нам санкции, в том числе и по будущности нашего сельхозпроизводства, в части животноводства всех видов и арсеневодства, то появились большие трудности. Но вот буквально за эти два года было сделано нашими племен-репродукторами, нашими станциями сельхозпроизводческими, нашими племенными предприятиями больше, чем за предшествующие 20 лет. Только по этому году, вот по текущему, выходящему в 2020 году, наши селекционеры вывели 10 новых репродуктивных семян нашей селекции, тюменской селекции. С зерновыми, бобовыми культурами вопрос практически решен. По картофелю он будет решен, как тоже об этом докладывают специалисты, в течение буквально ближайших 2-3 года, это максимум. Хотя мы на сегодня уже обеспечены семенами своей уже селекции где-то 85%. И учитывая то, что у нас есть такое очень мощное, правильное предприятие, как агрофирма Крим, то она сегодня обеспечивает и себя, и всех тех, кто желает вот именно качественным семейным материалом. То же самое, если мы говорим про отрасль животноводства. Мы на сегодня очень активно занимаемся, одни из первых России, перешли уже на размножение животных, не методом осемнения, а уже более правильным, как вы называете, типированием через эмбрионы размножения. И вот добиваемся, это у нас хозяйство, Эвика Агра, это у нас и сеть, за психхлеб и сеть. То есть уже сознательно знаем, они знают, что данное животное, дойная корова имеется в виду, она отелится и даст приплод, то, что надо, то есть телочку, не бычка, а телочку. Вышли уже это под 80% правильности, это необходимо. И мы вот за последние, вот в нынешний год, у нас ряд хозяйств, вот мной, вышеназванные в том числе, они уже испытывают некую проблему по сбыту, что не было последние лет 20 точно. Мы завозили скот отсюда, спасибо своего. То же самое у нас по свиноводству. Мы в основном ориентируясь на такие две природы, это дюрок и белая, учитывая, что мы построили несколько лет назад племб-репродуктор в Ишимовском районе, это у нас племб-завод юбилейный, и в Нижней Тавде, тоже себя полностью, почти, обеспечиваем. Пока есть некие проблемы на спорте цивотству, и в особенности по кроссам яичного направления, но тоже, учитывая, что Белгород, Липецк и Воронеж в этом отношении шагнули на эти годы, на 10 лет вперед, в ближайшие 2-3 года будет вопрос решен однозначно. Потому что раньше завозили практически все птицефабрики, все, самолетами, да. Завозили самолетами, Англия, Дания, Голландия, Германия. Сегодня изредка, но это уже временный фактор, и практически он уже решен. Он уйдет буквально в историю, через какое-то время. Владимир Анатольевич, ну вообще, когда говорят о развитии той или иной отрасли, особенно это относится к сельскому хозяйству, все упор делают, если нет переработки, значит, это неполноценная отрасль. Есть такая формула, я ее называю счастье. Мы привыкли, что с поля прилавок, или с лопаты на прилавок. Мы теряем добавленную стоимость, качество, и пошло, и пошло, и поехало. Мы сделали упор на полную модернизацию, вообще замену всего технологического оборудования с выходом большого сегмента продукта из молока, мяса, из яйца, и сделали, я считаю, что, ну, такой революционный подход в нашей молочной и местной переработке. Мы не испытываем на сегодня страха, что упал ценник на зерно. За эти последние годы были поглотители, ну, я хорошо это, в хорошем смысле слова, которые это зерно гарантированно возьмут. Вот, аминосип 120 тысяч тонн пшеницы в год. Выхлоп колоссальный. Ну, три предприятия в России, и на расхват 30% всего рынка российского имеем. А запустили в первую очередь по переработке гороха 70 тысяч тонн. Расщепление на частицы белка, на корм животным, на людские цели, на медицину и так далее, и так далее. 70 тысяч тонн гороха. То есть предприятия, 80% всего рынка российского практически, это вот наш предприятие в этом отношении имеет. Нет каких-то таких тревожных ожиданий, что же будем с хлебом, если цена упала. Весь зерно, и сейчас зернобобовая культура, и рапс, который мы сегодня завершаем молотить по этому году, он весь у нас перерабатывается здесь на местах в Тюмени. У нас в гостях был руководитель аграрного комитета Тюменской областной думы, депутат Владимир Анатольевич Ковин. Всего доброго.